ЕСЛОД СИТИ ЕНАСТРИ Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным. Вообще оно было больше похоже на монолог. Путин два часа рассказывал, что до СССР никакой Украины не существовало, а начать войну его вынудило НАТО. В общем, ничего нового. Но российские пропагандисты назвали его главным событием мира прямо сейчас. Медведев тоже прокомментировал интервью. Написал, что Путин объяснил западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. А Карлсон не струсил и не сдулся. Маргарита Симоньян осталась недовольной интервью, потому что Такер не завел речь о консервативных ценностях. По ее словам, на Западе собирается тьма тьмущая. И только Россия может стать безопасной гаванью для людей, не готовых отдавать детей на воспитание ЛГБТ. Ну а западные СМИ обратили внимание, что Карлсон большую часть интервью просто молчал и не задал Путину ни одного острого вопроса. Ни о военных преступлениях в Украине, ни о политических преследованиях в России. Стоило ли приезжать и два часа ждать опаздывающего диктатора, чтобы поработать у него подставкой для микрофона? В Совете Безопасности США уже заявили, что интервью не повлияет на отношения американцев к войне. Все понимают, кто такой Путин, и что не нужно принимать его слова за чистую монету. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? А в Еврокомиссии сказали, что не услышали в нем ничего нового, как и все мы. А правозащитники из объединения Комитет 2024 обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против Путина из-за его слов о том, что Польша вынудила Гитлера начать Вторую мировую. Вот этот кусок из интервью. Все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Этот бред сегодня показывали и в школах вместо уроков. Главная доносица Екатерина Мизулина опубликовала видео от школьников и написала, как дружно все смотрят интервью. Тем временем ЦИК утвердил бланк для президентских выборов этой весной. И вот посмотрите, как он выглядит. Всего четыре кандидата. Это будет самый короткий бюллетень на выборах, в которых когда-либо участвовал Путин. Но отсутствие реальных конкурентов – не повод махнуть рукой на выборы. Продолжайте агитировать и участвуйте в акции «Полдень против Путина». 17 марта в 12.00 приходите на свой избирательный участок и голосуйте за любого другого кандидата. Покажем, как много россиян выступают против войны и репрессий. Ну а теперь новости о том, до чего Путин довел нашу страну. В прошлом году в России произошло рекордное количество терактов за последние 20 лет. В Симвое МВД зарегистрировало 410 террористических атак. Понятно, что значительная часть из них – это попытки поджечь военкоматы, от которых никто не пострадал. Также в теракты записывают атаки ВСУ. Но, как их ни называй, взрывы и обстрелы в России происходят именно из-за Путина. А еще России грозит нехватка препаратов для терапии ВИЧ. Выяснилось, что для нас это проблема. С начала года Минздрав объявил 61 аукцион на их покупку. И на 17 конкурсов не пришло ни одной заявки. Активисты считают, что это из-за низких закупочных цен. Чиновники пытаются сэкономить, а в результате люди по всей стране жалуются, что не могут получить жизненно важные лекарства. Анатолий Чубайс создает в Израиле Центр российских исследований. Об этом пишет агентство со ссылкой на источники. По их словам, Чубайс договорился о сотрудничестве с одним из университетов Тель-Авива и собирается делать проект о том, как российские либералы допустили происходящее в стране. Однако каких-либо подтверждений от научного сообщества Израиля о том, что такой проект существует, агентство не приводит. Так что пока будем считать, что научная карьера Чубайса – это скорее раздувание собственной важности. Важные истории рассказывают про еще одного российского жулика. Андрей Акимов уже 20 лет возглавляет Государственный Газпромбанк. За это время его семья, прошу прощения, купила имущество на Западе на миллионы евро. Вот, например, дом на французском острове миллионеров Сан-Бартолеми. Ничего особенного в этом нет. Раньше поместье принадлежало всемирно известному танцовщику Рудольфу Нурееву. А дочь первой супруги Акимова ведет свою психиатрическую практику вот в таком кабинете в историческом центре Вены. Помещение стоило 2 миллиона евро. А вот еще поместье на испанской Малерке. Туда, по слухам, приезжал Путин. В Казани студентов согнали на встречу с Екатериной Мизулиной. Но вместо того, чтобы просто сидеть и слушать ее бред, один из парней вступил в спор о ее доносительстве. В зале его поддержали и начали скандировать Татарстан. Вот смешно, как в детском саду просто. Посмотрите, как это было. Многие айтишники уехали из этого. Многие граждане нашей страны покинули страну ровно с того, и начинается история с доносами вновь. Давай еще. В чем господь? Ну, музыкант, он смеет право говорить, что хочет. Его привлекли к ответственности административной за экстремизм. Лига безопасного тренда является организацией, которая запускает цепочку. Какую цепочку? Вы медиалицо этой компании. И что? И что? А мне? Я не должна реагировать? Как говорил Табуат, кто написал миллион доносов, да? Тогда сейчас про доносы разберемся. Расскажу тебе тоже. Татарстан! 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 Кроме того, во время выступления доносчицы часть студентов решили покинуть зал. Желаю этим ребятам и смелому парню, который решил возразить Мизулиной, оставаться на учебе, на свободе и без штрафов за дискредитацию чего-либо. А в общественной палате хотят создать черный список блогеров, которые есть только в зарубежных соцсетях. Мол, они же российские блогеры. Вот пусть и делают контент для наших сервисов тоже. Уверена, что ничего из этого не получится. Несмотря на угрозы блокировки Ютьюба, количество блогеров на площадке только за последний год увеличилось на 18%. Я считаю, что это полная дурь, понимаете? Кстати, про блогеров. Девушку, которая как бы пощекотала в сторис памятник Родина-Мать, отправили в СИЗО до 10 марта. Следствие обвиняет Алену Агафонову в осквернении символов воинской славы России за вот это видео, которое вы видели. В Следственном комитете это действие назвали безнравственным и циничным. Абсурд, конечно, полнейший. А в России, возможно, заблокируют приложение для изучения иностранных языков «Дуолинго». Поборники традиционных ценностей обратились в Роскомнадзор из-за пропаганды ЛГБТ в приложении. Их возмутило, что в качестве примера там есть, например, такая фраза. «Бен и Питер любят друг друга, они геи». Якобы после такого взрослые не знают, как объяснить детям, о чем речь, не травмируя их психику. Что ж, хочется посоветовать этим взрослым людям, если вы не знаете, как что-то объяснить своим детям, возможно, вам стоит задуматься и начать принимать реальность такой, какая она есть. Заявленная цель ударит по нашим стратегическим объектам. Не исключено, что отработкой чего-то подобного прямо сейчас и занимаются натовские военные на тех самых учениях «Стойкий защитник-2024». Это крупнейшее учение со времен Холодной войны. Лондон предлагает стянуть еще одну группу войск Альянса, но уже на северо-западных границах России, чтобы нас измотать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!